здравствуйте дорогие друзья в эфире передачи фокус на человека для начала две фразы из русской литературы он уже давно пристает ко мне отделите да отделите маменька подождет еще знаем и каковы отделенные сынки писемский богатый жених и второй фрагмент вскоре после возвращения князя андрея старый князь отделил сына и дал ему имение богучарова лев толстой война и мир как вы наверное догадались мы сегодня говорим об отделении или о сепарации и говорить об этом сегодня мы будем в студии с нашим гостем доцентом кафедры педагогической психологии казанского федерального университета кандидатом психологических наук ольга геннадьевна и лопуховой здравствуйте ольга геннадьевна ну для начала чтобы понять вообще зрителям не имеющим отношения к психологии слова сепарация да давайте поговорим что это такое отделение до переводе с латинского сепарация до отделение как вы уже правильно сказали отделение разделение также в общем-то термину не специально психологический общий такой термин и в технических областях при присутствует самых разных науках и обозначает всегда одно и то же это некое разделение отделение в общем-то в самостоятельные какие-то субъекты составляющие психологии как это связано вот что о чем это психология в психологии конечно об этом говорится именно с психологической точки зрения то есть это такая психологическая личностная сепарация отделение становление самостоятельным человеком вот и наверное это не какой-то ведь специфический один этап вот что имеет смысл наверное сказать до сепарация начинается фактически с самого рождения может быть даже но это не говорится в литературе может быть даже вот само рождение это уже до сепарации определенные вот но младенец он не готов он не самостоятельный абсолютно не может выжить без ухода и поддержки и постоянного присутствия в его жизни матери и поэтому начиная фактически с рождения начинается и процесс сепарации постепенной и даже уже в с года то есть уже в год то говорят о первых признаках и первых этапах сепарации ну и далее есть ряд очень таких хороших классических теорий друг друга развивающих и поддерживающих в этапах сепарации из них я бы пожалуй выделила но это мое такое мнение ощущение я бы выделила наверное эрика эриксона концепцию вот периодизации которые она взаимосвязана с другими предыдущими концепциями вот она поддерживает вот так же вот эту модель сепарации развития отделения человека личностного такого развития где на каждом этапе выделено и обозначено до что приобретается и как человек либо получает эту сепарацию ну то есть не сепарацию получает вот какой-то новый этап до своей самостоятельности в чем это состоит самостоятельность на каждом жизненном этапе вот и что происходит если на этом жизненном этапе что-то пошло не так и происходит нарушение скажем да это отражается соответственно нарушение вот этой самостоятельности личностной отражается непосредственно нарушение и психологического благополучия человека так или иначе ну в разной степени тяжести так скажем ну на сейчас это слово сепарация но прямо вот на слуху его но только ленивый не использует я вот думаю это может быть связано с тем что ну как бы существует такой один человек сказал остальные подхватили но опять-таки если говорить с точки зрения гештальта не подхватывается то что не выходит из фона до подхватывается знать имеет отклик конечно да это всегда это общий закон имеет отклик и у нас постоянно общество развивается динамика происходит ее можно изучать в самых разных там ракурсах да в том числе в больше я изучаю больше кросс-культурных чаще моментах вот мой фокус так скажем внимание вот в том числе и в культурном таком развитии с точки зрения тенденции глобализации вестернизации это тоже влияет поскольку это происходит но не только в психологии это вообще в целом да жизни в обществе отход ну не то что прям отход от традиции но такая вот динамика тоже постоянное развитие общества оно идет и там свои законы системные которые отражаются ну они представлены и на уровне обществ до они представлены на сан на всех уровнях и они представлены на уровне личности когда традиционное общество меняется любое я хочу сказать не только наше в принципе у нас уже давно но перестала быть таким прям традиционным таким до самостоятельно существующим вот у нас интеграция достаточно сильная всегда была есть общество в мире более традиционные где тоже эти вот более ярко можно наблюдать моменты где быстрее происходят эти вот тенденции их видно и это действительно отражается в том числе на уровне систем ли отношений у людей от наш в системах отношений человеческих в том числе семейных вот который тоже системно интегрированы с обществом с институтами общества где тоже все это меняется и внутри личностной системы отношений вот и все это всегда взаимосвязано и имеет смысл всегда рассматривать и анализировать как я вот всегда для себя вот это вижу да имеет смысл анализировать именно системным таком ракурсе то есть не отдельно даже что происходит с конкретным человеком вот в этой конкретной ситуации дело в том что это просто разные модели общества да вот то что у нас сейчас и некая вот этого традиционная модель про которую мы говорим но скорее как про модель потому что в реальности у нас наверное сейчас такого прям вот целостной системы общественной традиционной не встретишь ну по крайней мере да мы можем какие-то только кусочки какие вода из этой вот культурной системы увидеть в отдельных мировоззренческих каких-то позициях отдельных людей что вот он так видит да вот традиционно вот его взгляд традиционный но мы не можем сейчас говорить что у нас существует некая там традиционная пусть даже в деревне до традиционное общество все равно в нашем сознании все перемешано да и это такие вот осколки а мозаич да мозаичность да вот поэтому вот мы о моделях больше можем сейчас говорить если мы будем говорить о моделях именно традиционной культуры то в принципе в любой традиционной культуре действительно можно наблюдать вот эту вот систему такую да когда вот ну действительно такая иерархия до сопрочинения старшие младшие и у всех есть определенные ролевые предписания задачи до которым если они следуют то как бы все хорошо и они не осуждаются обществом да никаких на них нет там каких-то санкций дискриминирующих если они нарушают каким-то образом да ну в общем то они демонстрируют девиантное поведение то есть допустим бросили родителей скажем растратили имущество не поддерживают это уже естественно там допустим нарушение или родители лишили наследства да это тоже какое-то уже отклонение но дело в том что в любом традиционном обществе вот эти вот все этапы становления то есть вернемся к тому да что сепарация это все-таки мы будем рассматривать психологическое да то есть чтобы не путаться потому что сепарация там скажем финансовая да или какая-то территориальная с точки зрения проживания да где человек живет он живет на территории вот дома родительского или он живет обязательно где-то вне да это тоже может подписываться какими-то нормами традициями в обществе вот и они тоже могут быть разные и это может быть не связано совершенно с психологическими тенденциями вот поэтому если даже в некой там модели традиционного общества предписано что живут в родительской семье например дети обязательно остаются или хотя бы кто-то там из детей старше либо младше и там она обязательно остается в родительском семье и продолжает там например какое-то родительское хозяйство до линию дальше вести что-то сразу получает или получает профессию как в наследство и это может совершенно не означает что человек психологически не сепарировался потому что в любом традиционном обществе есть некие обряды в целом которые можно назвать инициацией да это не как вот племени тумба-юмба где вот там прохождение через огонь или что-то но какие-то такие обрядовые формы которые четко обозначают что вот после этого события человек приобретает новый социальный статус с новой с новым уровнем ответственности с новой ролевой совершенно какой-то структуры поведения предписаны ему и это соответственно возрасту социальному статусу возможностям там финансовым ресурсом это может быть как раз вот позиция то что у нас вот понимается как сепарация причем при старении также эти ролевые позиции они сохраняются например старики они же более зависимые становятся допустим от уже своих детей ну да когда им помощь нужно да это получается некий такой обратный процесс да где сепарация или как-то его назвать да снова такая зависимость и таким образом вот традиционных обществах отработана была так скажем да вот это вот система перехода но надо понимать что это модель некая идеальная модель который люди ну в идеале следовать хоть могли она могли отклоняться вот тоже и то что они следуют этой модели все ведут себя правильно да это совершенно не означало что психологически они прям подавлены про инициации вот действительно хорошо сказали про разницу между как это цивилизованным обществом и племенем там действительно там инициация могла проходить с помощью очень жестких жестоких я бы сказала ритуалов до результате которых если молодой человек или девушка проходили инициацию они входили в общество взрослых людей в основном инициация всегда была в культурах или большинстве культур подавляющим это инициация всегда относилась к мужчинам то есть мальчики и мужчины юноша проходили инициацию то что не проходит инициацию такого даже в общем то сложно мне кажется где-то вот прям выделить потому что обряды они в принципе к ним готовились и как правило их проходили кроме того это реал разные совершенно могут быть обряда они может совершенно несложные не жестокие порой вот и ближе к ну так скажем к нашим культурам к нашему времени это чисто такие символически больше уже ряда то где просто обозначается что все теперь вот прошлое прошло и наступил новый период и мне кажется это тоже имеет ну достаточно серьезное психологическое значение то есть ну допустим молодой человек или девушка да ну чаще всего молодой человек ему сказали провели вот этот ритуал ну условно говоря отправили во взрослую жизнь и все дальше ты уже обязан хочешь ты или не хочешь принимать серьезные взрыв взвешенные взрослые решения брать ту самую пресловутую ответственность на себя за себя за своих близких за то дело которым ты занимаешься и так далее там целый спектр открывается и вот в том случае если ты это не делаешь если я правильно поняла происходит все самое вот как бы да ну отвержение да конечно потому что это уже как девиация какая-то это оправдана с точки зрения функционирования семьи развития семейных отношений системы как семьи конечно это потому что вот это вот знание да что с тобой это произойдет что это наступит тогда-то до после того-то это наступит обязательно и это как бы люди это не просто ждут вообще примером инициации вот можно назвать если вы помните у нас там принятие в пионер и да то есть люди хотели они этого ждали потом состоялась некая там эмоционально значимое событие до повязали галстук там под барабанную дробь и теперь ты пионер и теперь у тебя новые обязанности теперь ты другой человек ну или инициации можно также с инициации сравнить там поступление в первый класс выпускной школе выпускной в школе то есть некое событие она она внешне может сейчас как-то даже вот рассматриваться как ну чрезмерно может быть насыщенная знать значимостью немножко нивелировала значение когда это значимость она важна субъективно очень до чтобы человек действительно пережил эту значимость во время этого события пусть там этот выпускной он проходит столовой той же школы да и там ты в каком-то дурацком вот этом вот потом смешно до становится платье каком-то там вечерним на каблуках и с дикой прической вот но это именно стук вот ну как бы обозначение вступления в иную жизнь да вот такие вот когда все переход то есть вот обрезали и теперь ты другой человек и как бы к этому же готовится то есть вот это вот именно значимость серьезности самого этапа вот субъективная именно психологическая значимость она очень важна потому что человек его заранее за несколько лет продумает он к нему готовится он себя проверяет да а сможет ли он да а справится ли он не то что самим процессом да а справится ли он с тем вот что будет после него вот и вот чем больше вот как бы насыщена вот это вот накручена вот эта значимость тем больше человек старается к себя спрашивает например да вот как-то проверяет себя предварительно каких-то ситуациях вот чтобы вот и все равно всегда такие события особенно ты сейчас готовится хоть как-то да это тревожные такие события это такие эмоционально насыщенные события вот мне очень здорово что вывод на это обратили внимание на те ритуалы которые до сих пор нашей жизни присутствует но из-за того что у нас как-то немножечко сейчас все общество какое-то в сторону потребления направлено у нас смысловая нагрузка этих ритуалов уходят именно да у нас нет сейчас вообще нет принятия ни в каких я никаких октября от пионеров у нас есть первый класс который превращает в шоу у нас есть выпускную который тоже приглашает шоу и получается что вот это инициаторский смысл вот из этих мероприятий он извлекается до становится но только чистое шоу вот это вот конечно очень важный момент на который вы я очень вам благодарна что вы обратили внимание потому что это то что мы можем поправлять вам прямо сейчас с помощью родителей с помощью родителей и родители как раз это у нас есть та самая болевая точка да потому что когда мы сталкиваемся с тем с молодыми родителями даже неважно молодыми взрослыми имеющими взрослыми детьми детей все равно получается что у них у самих как будто бы это не у всех далеко не у всех и во всех вообще не говорим да это инициация не пройдена и сепарация не состоялась и они совершенно не готовы дам дети дать детям ту свободу которая сможет им помочь развиться да и они заинтересованы неосознанно вас часто в том чтобы дети оставались рядом с ними их собственностью я же вот это вот пресловутая знаменитая фраза я же на тебя жизнь положила да да это же вообще а вот кстати насчет инициатор еще я тебя в муках родила это не обязан погружая куда эти куда-то это куда-то с тобой на чей же спала да и вот этот вот момент как и получается такая цепь неразрывная до родители один не прошедший инициацию рождает ребенка которому не дает пройти инициацию который в свою очередь опять кого-то производит на свет и вот эту цепочку ее как-то нужно размыкать и вот сейчас как будто бы такое время наступает как будто бы эту цепочку возможно разомкнуть но мы же не можем без крайности и сейчас я читаю статьи о том что вы стали взрослыми вы своим родителям не дети вы такие же взрослые как они соответственно не обязаны не заботятся о них не и все что как-то написано было интересно любая помощь которую вы оказываете своим родителям это только по добровольному вашему волеизъявлению то есть здесь не должно быть долженствование вот правильно тебя воспитали ты испытываешь чувство благодарности своим родителям любовь искреннюю тогда ты идешь и помогаешь им во всем сам потому что ты вот чувствуешь это но мы с вами знаем да что ни одна родительская семья не проходит взросление без минного поля не бывает такого чтобы хотя бы на одну мину не наступил и вот этот ах вот ты меня вот там в детстве что-то мне любимую игрушку не купил и теперь я не буду за тобой ухаживать вот что делать вот так обидел да как обидел здесь вот здесь меня не понимали а тут меня притесняли или еще почитают психологических каких-то теорий этого самая распространенная вот как бы такая сейчас проблема по психотерапии так скажем немножечко научатся люди и начинают видеть все вот эти вот какие ну все описаны так скажем в литературе нарушение отношений и неправильного воспитания себя своими родителями да и вот все проблемы как раньше вот было журнал здоровье когда люди его читали от все болезни у себя находили так и сейчас в ракурс уже сместился на интерес к психологии читают всевозможные психологические теории какую-то популярную литературу и находят у себя все проблемы в основную эту проблему в отношениях с родителями самая популярная наверное сейчас такая проблема это вот простить своих родителей звучит понять и простить как говорится да ну это и реально это есть вы сразу просто поднялись несколько таких острых точек вот опять-таки до очередной клубочек вам подбросил очек до с чего начать ну во-первых до родители сами нуждаются и все начинается с родители сами нуждаются в психологической коррекции помощи развитие причем на любом этапе на в любом возрасте родительском и пожилые уже люди да и молодые родители которым допустим лет 30 еще только да все но многие подавляющее большинство просто да нуждаются в определенной психологической коррекции развитие таком в доделывании каких-то своих там завершений до в том чтобы разобраться с собой и как-то гармонизироваться найти себя вот это было бы идеально конечно да если бы родители вообще родители всегда должны начинать себя сепарации у нас сейчас приобрела такое вот как вы правильно сказали да модная на такое слово там ленивый не говорит о сепарации откуда это идет то есть раньше же вот мы говорим традиционной культуре допустим все было в этой идеальной модели все четко да и не было вот этих вот проблем то есть чек знал что его все равно в какой-то момент к нему придет обязанность создать свою семью и даже не уезжает родители у него быть другой уровень ответственности и спроса с него сейчас как бы все спутано вот и допустим родители такие что они понимают всю значимость правильного воспитания ребенка и важность вот этой вот сепарации что ребенок самостоятельной личность что они не из каких-то там собственнических до или каких-то потребительских мотивов его завели и они должны скажем так дать жизнь самостоятельному человеку ошибкой может быть то что вот вот этот вот крен да на сепарацию как говорите без то есть у нас либо либо да да у нас сюда вот эти вот перегибы они идут именно когда вот люди действуют от ума так скажем да от ума они от чувства и ничем чревато то есть в чем там неправильность может быть когда вот сразу до чем самостоятельнее тем лучше потому что это независимая личность дело в том что становление личности возрастное но достаточно это сложный процесс она проходит не так просто и требует ресурсности она требует и времени и на каждом этапе определенных все-таки вложений и помощи вот вот этой средовой да и чем младше ребенок тем больше эта помощь все-таки родительская и поддержка родительская и конечно индивидуально по-разному да кому-то нужно больше то есть допустим более тревожному более интровертированному подда ребенку ну уж я не говорю о каких-то еще там проблемах более таких до выраженных когда вот большая связь вначале и большая поддержка нужно именно с родителями до сепарацию ни в коем случае нельзя понимать как вот как можно насилия когда как можно более ранее отделение как можно более там скажем большая свобода и вот самостоятельность дело в том что почему это слово опять-таки стало модным и и вопрос а именно динамики и трансформации культуры и общества у нас очень сильная вот это вот влияние вестернизации было до этого времени до сих пор и влияние западных вот западного типа культур а вот есть такие типологии культур подчеркивающих разные ценностные и мировоззренческие позиции в основе разных культур и когда происходит влияние более такой ну как бы развитые поэтому не развитая с более высоким качеством вернее уровнем благосостояния да не скажу что качеством жизни но скорее правильно будет уровнем благосостояния это всегда становится вот эта культура она давит давление да она транслирует именно свои ценности это всегда было вот старались транслировать именно свое мировоззрение свою культуру так или иначе на другие у нас эта трансляция более таких западных культур но правильно научно будет сказать маскулинного типа культур более таких индивидуалистических культур на нашу культуру более феминного типа и мягкую культуру до мягкого и со взаимопомощью вот феминного типа имеется подержкой и поддержкой да с взаимосвязью с ценностью гармоничных отношений они индивидуально пристига престижа какого-то да и свободы вот такую коллективистскую культуру и у нас в результате не просто произошла смена ценностей а у нас произошла вот эта самая мозаика в сознании когда какие-то осколки элементы там той культуры какие-то своей и вот это вот создает такой внутренний конфликтная совершенно такой мировоззренческую позицию где одни могут цепляться в чем-то и даже не то что одни люди допустим там дети они там более таким маскулинной культурой индивидуалистской потому что это удобнее интереснее да и более модные более так как-то прогрессивно что ли и проще в то же время поэтому молодежь конечно она больше все-таки находится в такой позиции передовой да но это не только наше общество это все и нам это все это при приходит распространяется отсюда вот это и мода сепарации потому что вот вот это вот значимость именно самого слова даже отделение сепарации самостоятельности свобода это не наше слово ну как бы традиционно глубина но да она пришла в нашу жизнь она стала для нас тоже значимый и поэтому вот такие вот перекосы кто-то в этом видит что-то тревожное да кто видит ну чувствует значимость причем я не хочу сказать что это более пожилые люди вот по тем данным которые ну например есть у меня в исследованиях или вот в преподавании со студентами я вот преподаю курсы там кросс-культурный или психологика культурной идентичности когда приобретает человек мы определенные тесты ну вот прям на занятиях проходим и там в исследованиях тоже получаются данные которые говорят что у нас ну не такой уж на самом деле большой процент глубина до людей которые относятся прямо молодых даже людей относятся прямо вот именно западным вот этим вот навязанным ценностям ценности скорее такие феминистского плана взаимоподдержки вот какой-то теплоты отношений смысла больше смысловых характеристик чем каких-то показательных престижных и люди осознают или не осознают но они это имеют вот эти вот глубинные позиции поэтому все какие-то такие вот наносные лозунги или вот мысли да или ну какие приоритеты принятые поверхностно такие вот свободы независимости и самостоятельности и того же самого там одиночества они будут вызывать тревогу таких людей глубинную ну чувство такой неопределенности и напряжение как бы они может быть даже где-то привлекательно не казались сначала на своей форме но они будут рождать тревогу поэтому вот с этими сложными такими какими-то пластами психологу может быть если бы к нему обратились за помощью пришлось бы иметь дело когда например что-то декларируется на словах при этом человек ощущает тревогу и он не может даже осознать почему вот это вот может быть ну и давайте вот вернемся к сепарации к тому что вот родители могут молодые там особенно родители именно вот настаивать на том чтобы ну для себя да как вот эгоистическая такая позиция пусть самостоятельно будет да да а на самом деле это чистый эгоизм это нежелание сепарировать абсолютно да конечно вот такая вот понимание ответственность может так ответственное родительство оно должно состоять в том что надо понимать что ребенку у родителей ответственность перед ребенком очень большая психологическая в том числе там не только финансовая не столько может там финансовая да сколько психологическая именно поддерживать понимать доверять и давать свободу но именно не для того чтобы ну галочку себе где-то там поставить что я такой хороший родитель я даю ребенку свободу пусть делает что хочет он же сам выбрал вот а видеть где ребенку нужно поддержка то есть родители это все inteiro это источник ресурсности всегда для ребенка а вот свобода не про попустительство и не про вседозволенных и да вот совсем да рукой да родитель это тот это источник границ границ когда он обозначает и это его ответственность обозначить нужной границе ребенку в его там поведении дать ему нормы и это источника поддержки ресурсов то что что вот как раз мы связываемся с родительской любовью. Если это истинная любовь, она не будет чрезмерна. Чрезмерность наступает тогда, когда это манипуляция, скорее. То есть показать, то есть как-то напоказ какую-то свою дать заботу, такое клушистого вокруг, именно чтобы все видели, что как я, как много я делаю, и в то же время и себе показать, что я всегда рядом, что я обо всем уже подумал, что я все обеспечил, за все заплатил, лучше, чем у других. Я все за него решил. Да, да, да. На 20 лет вперед. Или какое-то такое наступает, можно отследить соперничество между... У меня лучше, чем у другого родителя. Да, но это вообще не про ребенка. Да, да, да. Мы понимаем, что это взрослые игры. Совершенно. Вот, кстати, вот про взрослые игры было такое исследование. Я его слушала из уст психолога. То есть она не читала, а слушала. Она говорила, она семейный психолог, она говорила, за всю мою практику, на самый простой вопрос, для чего вы родили ребенка, ни одна пара, которая ко мне пришла, не дала правильный ответ. Вот на ваш взгляд, правильный ответ он какой? Значит, если он существует, конечно. Мне кажется, ребенок – это твое продолжение. В том смысле, что это, конечно, другой человек, да? Но это все равно глубина, наверное. Вот должно быть желание продолжить себя в этом мире, да? Какие-то… То есть ты как бы не умираешь, если у тебя есть ребенок. Вот. Но это другой человек. И вот эта вот сложность психологическая, да? Если это уж не совсем искаженные, там, всякие манипуляции, там, или еще кто-то, а вот это ближе где-то к истине, сложность в том, чтобы с одной стороны тот, кто вот именно своего ребенка родил, да, и воспитал, и он хочет видеть в нем себя отчасти. Вот. Ну, потому что это и генетически твое продолжение, да, это и как бы культурно, да, ты же его что-то ему давал, да, что-то в него вкладывал, как-то хотел, чтобы… Ну, каким он был, вот. А с другой стороны, любовь подразумевает, что это же ведь другой человек. Вот истинная любовь в том, чтобы увидеть там другое, и это другое, именно иное, полюбить. Уважать, полюбить и отпустить потом. Да, отпустить там уже не возникнет проблемы, потому что там вот отпустить, это когда ты держишь, когда ты держишь, когда ты в себе не уверен, да? Да. Вот. Ребенок как под нога такая, да? Как опора такая, вот клюшка такая, без которой ты не можешь быть хорошим. Да, поэтому ты боишься, да, ты боишься вот его отпустить, и поэтому ты там и контролируешь больше, чем нужно, такой какая-то гиперопека какая-то начинается, ты тревожишься, что, ну, не то. Может быть, это где-то тревога за себя, да, что ты вот, ну, не такой, да, где-то у тебя свой конфликт, свой там невроз, ты его передал ребенку, но ты боишься, что ему тоже будет же с этим плохо, вот, и вот как-то вот не то передал, в общем-то, и смотришь, как он там тоже так же будет мучиться. Может быть, в этом. Но вот я вот сейчас наизусть не вспомню, но мне очень нравятся слова Лотмана по отношению к, вот именно детско-материнские отношения, да, когда даже вот мать с ребенком, с грудным, да, она должна, она именно счастье составит в том, чтобы увидеть там другой мир, да, что это ты сделал, ну, это другой, это новый мир. Это и есть счастье. Да, и увидеть это другое, понять это другое, и наладить диалог с этим другим, потому что это другое, оно будет тебя развивать. То есть вот в этом переход правильный. Ребенок, это, ну, как бы условное наименование, это человек, с рождения человек, требующий уважения с самого первого дня. Да, там другой мир. Да. Другое мировоззрение у него, другое мировосприятие. Оно должно быть просто интересно, вот. И попытаться увидеть, как он это видит. И вот, и когда вот это начинает происходить, во-первых, там не возникает сразу проблемы с отношениями, да, с взаимопониманием. И потом вот эти вот проблемы, как бы, сепарации, они также, ну, не будут вот этими болезненными. Случается, что проблема родительской сепарации, когда родители не могут отпустить своего ребенка, это в первую очередь связано с тем, что у них, ну, как бы, у них проблемы, у них отношение к ребенку как к собственности. И это, да, как к собственности. Это так. Ну, как это я отпущу? А кто будет со мной? Да. Знаете, Елена Ханаева, помните фильм, чудесный фильм по семейным обстоятельствам. Вот я тоже его вспоминала перед передачей. Абсолютно про этот фильм. Да, и вот она говорит, когда ей предложили, мы вам на дачу, вы поедете все лет на дачу, будете там отдыхать, у нее был стресс, шок, она была просто в ужасе. А что я там буду делать? Кому я там буду нужна? Да, 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 очень-очень такая вот прям вот история про нашу семью. При том, что она терроризировала постоянно их, да, я вам все делаю, это, ей сказали, ну, ладно. Да, да. Вот он как раз, вот эта вот, да, фрустрация, ты ходишь одного, а на самом деле человеку это не надо, он требует это, но на самом деле ему это не надо. И вот этой мозаичности, вот это тенетолкание невротическое, он практически, ну, я не знаю, вокруг меня очень много таких семей. Конечно. Которые живут вот в этом тенетолкайском состоянии. Иди сюда, это как шизоидная привязанность называется, по-моему, да? Иди сюда, не подходи ко мне. Иди сюда, не подходи ко мне. Я хочу этого, нет, я этого не хочу на самом деле. А что тебе надо-то в конце концов? Вот с этим разобраться нужно. И я думаю, что мы правильно сделаем, если все-таки еще раз, очередной раз обратим внимание, да, в наших зрителях, зрительно, то, что если не получается договориться со взрослыми родителями, взрослым детям, не получается проявлять, не хватает терпения, не хватает такта, не хватает каких-то слов, но есть психологи, которые как раз этим занимаются. Но не надо себя мучить, можно пойти и получить квалифицированную помощь, которая не будет давать советы, а скажет, поможет разобрать ситуацию и показать, куда можно пойти. Да, это было бы, конечно, идеально. В основном люди сами пытаются как-то решить. Решить, не решить, но как-то разрулить, как-то уйти от этих проблем. И еще мне понравилась очень метафора хорошая, в какой-то статье я прочитала, про то, что представьте себе, что ребенок это иностранец, который поселился в вашей семье, которого нужно научить правилам жизни в этой стране языку, ну да, каким-то особенностям. А потом он уезжает, он интегрируется в эту страну и он уходит своим ходом. Вот примерно такая же ситуация. Но вы остаетесь друзьями. Клиенты, ну условно говоря, мужчины, мне 40 лет, я живу с мамой или с родителями. И меня на самом деле все устраивает. Но меня почему-то все время чувство тревоги. То есть у меня хорошая работа, у меня там есть женщина или девушка, но меня не покидает чувство тревоги, что что-то я пропускаю мимо. И вот здесь как раз к этой жалобе, если можно сказать, к этой проблеме подходит высказывание, по-моему, Юнга, если я помню, что самая проблема большая для выросшего ребенка – это прожить жизнь своих родителей, а не свою. То есть мы сейчас подошли к теме о том, что когда человек не сепарируется, многие об этом пишут, что он как будто бы не проживает свою жизнь и не может даже увидеть, а на что он был способен. Да, но он может это быть ощущать. То есть в принципе на самом деле все свои возможности или какие-то конфликты, или активно подавляемые чувства вины тем более, каким-то образом компенсируемые. Мы всегда это все чувствуем. Мы другое дело можем не признаваться. Это у нас работает чувство защиты. Мы можем от себя и так очень хорошо и активно закрывать. Но это всегда есть. Это вообще классика психологии. Фрейд еще, так скажем. До сих пор никто это не отменил. И поэтому человек чувствует. Вот это вот что-то не то в большей или меньшей степени тяжести, так скажем. Человек чувствует. И это может доходить до глубоких каких-то нарушений, вот этот вот разрыв с истинным я, да, до каких-то неврозов, даже там, до патологических состояний порой. Вот. А может быть на уровне, вот как вы сказали, легкой тревоги, да, какой-то неудовлетворенности тотальной. Да, это может активизироваться в ситуации, там, более стрессовой какой-то в жизни. Какой-то вот идет, допустим, очень трудный период. И это усугубляет еще эту проблему. Вот. А может вот так вот вяло тянуться, ну, такой нытьем таким каким-то внутренним, да. Ну, значит, действительно есть что-то непроработанное такое, да, что твое сознание не впускает в себя. Ну, и, как правило, это действительно нагружено, ну, часто это именно нагружено неким чувством вины, причем, не, не факт, что ты реально виноват. Это чаще всего вообще токсичная вина, чаще всего. Да, это объективно вообще может быть там, нет никакой вины, объективно это вот, но человек каким-то образом воспринял для себя там разные механизмы у всех, что вот есть за ним вина, да, что должно было быть так, а вот оно вот так, вот. Но он это закрывает, нет, все нормально, все, все даже не просто нормально, все прекрасно, наоборот, все прекрасно. Именно так, как должно быть. Да. Вот. Или это так лучше с рациональной точки зрения, ну, например, да, живу с мамой, ну, так ведь, а кто-то же должен жить с мамой, то есть о ней так лучше заботиться, маме так лучше, там она себя, ну, а смысл, если я буду дополнительные деньги тратить, но все равно каждый день ездить к маме. Да, рационализация, конечно. Да. Разные могут быть защитные механизмы, но раз они начинают работать, значит, есть чувственные. Если человек не чувствует энергии в себе, да, достаточной, значит, что-то там есть. Ну, это у всех абсолютно, у меня, то есть вот у вас, это у всех есть вот эти вот какие-то, как вы правильно сказали, да, такие таракашки, которые там до конца все равно никогда не выведешь. И периодически оно есть, у кого-то периодически, у кого-то более глубоко, тотально и массивно, да, это может быть, например, вот у этого сорокалетнего условного мужчины, вот это вот наслоение, да, оно так, а должен, ну, например, кому должен, вот этим вот традициям, не традициям, а вот, ну, нормам, да, западной там какой-то модели общества. У меня сорок лет, на Западе есть модель четкая, да, что нормальный человек сорок лет живет самостоятельно от родителей, к нам эта модель пришла, хотя есть традиционные модели, ну, как бы, жизни нашей, даже я бы не сказала там традиционные какие-то этнических культур, а традиционные советские, вот тот же самый фильм вот этот, да, вот, когда, ну, объективно люди живут в одной квартире, вот просто вот, ну, не было возможности по-другому. Да, да, ну, и сейчас особо этих возможностей-то нет, потому что ипотека, это, это, это очень проблемная штука с точки зрения ее погашения, это серьезный шаг, на который люди, ну, вот, мы сейчас просто уйдем в другую тему, насколько люди бездумно сейчас в нее, как, вписываются, и как много потом, ну, проблем тоже из-за этого бывает. Потом всем же самым родителям разруливали. Конечно, конечно, либо, либо родителям разруливали, либо, там, рушатся все, ну, в общем, это тоже отдельная история, требующая определенной зрелости. Да, и порой лучше зрелым людям, может быть, как-то и помогать друг другу, да, вот в плане, там, жить вместе, иногда родители действительно требуют уже большей заботы и внимания, ну, например, больные, да, родители, когда желательно, чтобы кто-то жил рядом, да, кто-то жил рядом, к тому же это больше все-таки в нашей традиции, чем в американской. Жить большой семьей. Да, у нас, у нас нет даже этой инфраструктуры, может быть, мы, мы, как бы, и более активно и быстро перешли бы на другую систему ценностей, да, не кусками ее вычленяли, у нас, вот, реально, у нас есть хорошие дома престарелых, которые бы можно себе было представить в своей перспективе без, вот, ужаса, да, такого нет, вот, у нас, опять-таки, перенимаются же какие-то элементы, не целостная инфраструктура. Поэтому, конечно, у нас отчасти модель такой семьи, где многопоколенные, так называемые, да, соответственно, люди живут вместе, она, ну, может быть, и есть вот некая наша, вот, но в ней нужно уметь, вот, да, вот, как вот в этом фильме, да, уметь, да, уметь жить, да, уметь общаться и относиться друг к другу определенным образом. Ну, вот, смотрите, опять мы возвращаемся в то, что даже если люди живут вместе, ну, вынуждены по разным обстоятельствам, да, здоровье, материальной ценности и так далее, никогда не будет там нормальных отношений, если между этими людьми не будет взаимного уважения. Конечно, да. Родители с детьми, дети с родителями, там, внуки и так далее. Вот если нет изначально уважения к личности, то бесполезно. И любовь там будет не любовью, а тоже манипуляцией, собственно говоря, да, и только вот это взаимное уважение, признание личностных интересов, личностных границ, что у нас тоже очень часто размыто, да, вот эта история про приезжающих к сыновьям, даже живущим отдельно мам, которые выбираются в шкафу и так далее, да, в порядке какие-то, в личных вещах порядок наводят. Вот это же тоже не про уважение. Нет. Это про то, что моя территория, на самом деле, это, это не моя территория моего сына, это моя территория. Что хочу там, то и делаю. И вот это вот, мне кажется, очень сильно бьет по самолюбию, по самоуважению и заставляет, возможно, в ответ агрессировать, да, да, если это прямая агрессия, может быть так, что в чем-то и удобно, да, кому-то. Кому-то, да. Да, кто-то, может быть, там и смирился с этим, и это, но ведь раз так вот мама делает со взрослым сыном, например, да, то это значит что? Как она его воспитывала? Отсутствие самостоятельности. Это значит всегда, вот представьте, да, это всегда было. И представьте, что с таким сыном, какие отношения были вот в его раннем подростковом возрасте. Это как в анекдоте. Мама, я что, замерз? Нет, ты проголодался? Да, 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 то есть ему вообще не давалось, скорее всего, никакой возможности о чем-то самостоятельно подумать, какое-то решение принять. Вот, и это, кстати, очень распространено. И это распространено не у родителей, которые, ну, как сказать, кукушки, да, родили и ладно. Нет, конечно. Да, что-то там как-то вырастет оно само. А именно родители, которые вот субъективно для себя считают, что они вот прям такие, ух, какие, значит, заботливые, и все лучшее только для своего ребенка они просто обязаны обеспечить, чтобы вот он вышел в жизнь вот прям на высоком уровне. Сейчас называется «Я же мать». Да, «Я же мать». И вот там несколько тоже есть вариантов, вот мы вот в детско-юмском спорте таким вот выделяем, ну, потому что вот в этой сфере как раз вот сосредоточены все вот эти вот родители. Да, да, амбиций там сколько, непонятно, чьи это родительские амбиции или детские все-таки амбиции. Да, там в основном родительские амбиции на больший, прям процент, если они есть. И вот там как раз прекрасным образом вот прям все представлены, все модели вот такие вот, всех родительских тараканов, наверное. Вот, и есть вот это вот «Ребенок-проект», да? У меня есть на него планы, когда он что должен, почему? Потому что мой ребенок лучший, я это знаю, я это всем докажу, но он, ну, в общем, для этого он должен вот в такой-то этап, в такой-то, если что-то не получается, виноваты все вокруг, да? Но в то же время и на ребенка, может быть, то есть варианты есть, когда там у нас, ну, разные случаи приносят. У нас учатся в том числе, например, и тренеры, ну, которые реально вот постоянно сталкиваются там и бьют детей непосредственно там, допустим, на вот выступлении там на теннисном корте или на ковре, вот где они прям выступают, прям, да, если они кричат, обзывают родители, ну, то есть вот настолько ребенок инструментально воспринимается, настолько это вот прям проект, да, что вот абсолютно не справляется со своими эмоциями даже родитель, когда он, ты должен, да, ты почему не сделал, да, мы же с тобой готовились, а ты вот не смог, то есть вот даже на этом уровне сепарация, да, то, что это вообще-то другой человек, да, ну, мало ли, что вы там готовились куда-то, мало ли, что ты почти там представлен, да, в нем, то есть человек не разделяет даже вот это вот свое желание некое и свое видение, там, свой идеал некий, да, и вот этого реального ребенка, там даже ведь часто родители не видят эмоции этого ребенка и его, вообще его мировоззрение какого-то. Нет, нет, там все сплошь вот этот личный эгоизм, чаще всего это своя собственная история, когда не удалось самому и реализует это в ребенке, да, сколько тоже таких историй приносит, там, когда мама балерина несостоявшегося, вот она девочку мучает, а девочка вообще никак, она вообще художник или музыкант, и вот это вот пока до травмы-то какой-то не доходит, буквально в случае, в смысле слова, до травмы ребенка, это не прекращается, причем до травмы, которая уже не дает возможности дальше заниматься вот этим видом спорта, этим увлечением и так далее, но это же, ну это, да, причем это травма, она бывает именно психогенного характера, то есть ребенок как бы он неосознанно специально себя травмирует, то есть он как бы идет на эту травму неосознанно, допустим, да, ребенка бьют или подзатыльник, ну, допустим, возьмем просто руку прикладства, потому что насилие, оно может быть и моральное, да, без руку прикладства, но бывает лучше подзатыльник или по попе, чем унижение такое, да, вот давление, да, давление психологическое унижение или, ну, например, кстати, последствия сепарации та же самая, это выученная беспомощность, когда постоянное вот это вот гнобление в сторону того, что, знаешь, я тебе говорил, что не получится, да, чего ты лезешь, зачем ты это делаешь, то есть вот это вот постоянная борьба, вот, вот если вот с этим сравнивать, со всякими вот такими вот, такой буллинг семейный, то лучше уж, наверное, по попе лишних раздать, чем вот такое вот унижение постоянное. И это ни разу не про здоровую сепарацию. Конечно, это вот как раз то, что и блокирует, вот то, о чем и имеет смысл, наверное, больше заботиться и волноваться, когда такая трансляция идет, вот, тут даже я бы не акцентировала рукоприкладство, не рукоприкладство. В Советском Союзе действительно, ну, возьмем это как культуру более такую коллективистскую, и вот подзатыльник, скажем так, прилюдный, да, или подкупник ребенку, он скорее был, так скажем, для людей, чем для ребенка. И он скорее был, скажем так, показателем, что я это поведение не одобряю, да, и вроде бы все поняли, ага, родитель сам как бы наказал. Ребенка же воспитывало как бы все общество, то есть если родители не наказывают, значит, видимо, где-то в школе его должны наказывать, там, или в детском саду, ну, кто-то же должен это сделать, ну, как бы вот, а если сейчас, вот, например, мы наблюдаем, ну, то, что я говорила, да, допустим, в том же спорте родитель, это уже ведь осуждаемые, вообще-то, действия. Родитель, может быть, потом, после своего аффекта, он осознает, что, ну, не стоило вот так-то себя вести, может быть, в целом. Но это вот именно реакция скорее уже такая агрессивная, это другая реакция, да, это другой подпопник, это другой подзатыльник, чем вот, и он по-другому будет восприниматься ребенком. Он более токсичный, потому что тот первый мог быть что-то, ну, действительно, там, я не знаю, разбил вазу, ну, условно говоря. Ну, что-то действие какое-то. Или действительно, да, некое уже... С реальной виной. Что-то, да, что-то девиантное ребенок не должен, да, общество сейчас осудит, я лучше сам проявлю свою позицию. А в этом спорте совсем другое. А здесь это... Не третье место, не первое место, а третье. Да, именно токсичное, да, мы там занимались месяц, а ты до сих пор там этого не делаешь, вот, или мы подготовились, а ты не показал. Вот, это уже реальное вот это вот переложение своих, вот прям серьезных проблем психологических, на вот это отношение с ребенком. Там ребенка нет для родителей, как ребенка, как человека. Да, это инструмент какой-то, да, это некий объект просто. Вот. Где вот... И это значит, что родитель в принципе не видит своего ребенка и в повседневной жизни тоже. Вот это внимание, о котором вы сейчас говорите, оно и должно сопровождать ребенка со стороны родителей на протяжении всей жизни. И тогда сепарация не будет выглядеть как сепарация. Она пройдет как обыкновенное взросление ребенка и выпускание его с вот этой мягкой поддержкой, с дальнейшей поддержкой в свободную жизнь. Вот этот вот признак того, что ребенок, взрослый ребенок, может сказать родителям, даже и не взрослый, а в принципе ребенку, да, любого возраста, когда он говорит, и он что-то уже о себе осознает, там, старше пяти лет, он может говорить, мама, мне страшно. Если он может это сказать, это значит, что он воспитан так, что он знает, что его чувства важны, вот о чем речь, да, что его чувства важны, это раз, и во-вторых, и к нему, к нему есть внимание, да, не к некой форме, там, не к некой норме с ним связаны или ожиданиям с ним связаны, а именно к нему он имеет внимание и он может всегда опереться, потому что когда мы говорим кому-либо, да, что нам страшно, это значит, мы все-таки ждем поддержку. И тоже еще обратить внимание на то, что вот исходя из того, что вот то самое мозаичное представление в головах у людей, да, сепарация, это не значит, опять-таки, вот в этом полярном смысле слова, ушли от родителей и все. Это значит, что если с родителями были нормальные отношения, то фигуру матери, фигуру отца, как поддержка, они продолжают оставаться на протяжении всей жизни. И это никак не связано с сепарацией. Это та необходимая помощь, советы, действительно, мудрость, какие-то мудрые советы. Да, просто принятие тебя. Да, просто принятие тебя. Просто внимание к тебе. Это то, что с нами остается всегда. Это то, что не остается у нас за плечами, потому что мы прошли сепарацию. Это вот вообще не одно и то же. Вообще, да, абсолютно. Да, и вот в заключении, вот скажите еще, пожалуйста, нашим зрителям несколько слов вот для того, чтобы для тех людей, которые находятся как раз вот в этом состоянии и начитались вот этой литературой, и у них в голове каша по поводу того, что происходит с моими родителями, что происходит со мной, куда бежать, почему я так. Вот какое-то такое вот хочется завершения. Я бы сказала так, что все начинается все равно с тебя. Надо начинать с себя. То есть нужно все поправить сначала в себе. То, что у родителей были проблемы, да, они не исправятся без того, что ты не исправишь и не гармонизируешь, и не выстроишь в себе. Когда ты выстроишь что-то в себе, вот тогда ты сможешь через отношения с родителями, например, да, даже если у них есть реально проблемы, ты их видишь, знаешь, понимаешь, тогда ты сможешь и родителям тоже вот дать вот это правильное чувство и понимание, и они тоже, может быть, что-то и найдут, и выстроят в себе в конце концов. Да, вот, а не требовать от того, что вот там были неправильные отношения, они мне вот делали все неправильно, из-за этого у меня проблемы. Вот, некая такая вот обида им. Вот, а именно вот, окей, там что было, то было, да, но самое трудное это работать с собой. Да, вот надо это сделать, надо начать с себя. Спасибо большое вам, Геннадьевна, за очень интересный разговор, и я благодарю наших зрителей за то, что вы были с нами, и надеюсь на то, что в вашей жизни с сепарацией все было, будет хорошо, и будьте счастливы, здоровы, берегите себя, всего вам хорошего, до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!